Айнард Фиайн, жители Империи, с вами Нильфгардец, и сегодня мы разберем, какие изменения принес в Гвинт патч 10.1. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в Ютубе и на Твиче, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином, или подпишись на мой Патреон по ссылке в описании к видео. Также всех Нильфгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на Дискорд канал Империя Нильфгарда, здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора, ссылка на канал в описании к видео. Итак, Нильфгардцы, вот и закончились праздники, а вместе с трудовыми буднями к нам пришел патч 10.1. И это сочетание цифр, точнее сказать, десятка, подталкивают меня к идее, что вот-вот уже буквально в течение месяца мы узнаем, когда выйдет новое дополнение для Гвинта. И я надеюсь, что там, конечно же, очень мощно и сильно бафнут солдат Нильфгарда. Ну, а пока давайте же мы посмотрим, какие изменения приносит в Гвинт патч 10.1. И начнем мы, как всегда, с нейтральных карт, а закончим картами Нильфгарда. Итак, сила карты, значит, так, смотрим нейтральные карты. Сила карты Король-Рыбак. Король-Рыбак увеличена с 5 до 6 единиц, но провизия осталась прежней. Итак, размещение дальнобойной ряд, переместите любую карту из вашей колоды на ее вверх. Ну, что ж, хорошая карта для кручения и, в принципе, для колод, которые построены вокруг прокрутки или там, допустим, колод Нильфгарда, чтобы наверх поднимать каких-нибудь чародеев, да. Но, по мне, эта карта в основном подходит для таких низкоранговых колод, в которых нету еще какого-то количества нужных карт. Не знаю, если кто-то играет на Короле-Рыбаки, пишите об этом в комментариях. Далее. Стоимость найма карты Панталон, одной из моих самых любимых нейтральных карт, теперь не 8, а 7 единиц. 7 единиц провизии мы заплатим за Панталона, а, соответственно, огромное количество колод, которые у нас построены на кручении и верчении у Нильфгарда и Скеллиги, теперь получили одну дополнительную единицу провизии. Что ж, интересно, куда ее потратят. Далее. Сила карты Плотва увеличена с 3 до 4. Слушайте, это прям какой-то праздник для тех, кто любит покрутиться. Теперь это четверочка. Соответственно, мы получили одну провизию в эти колоды кручения и, соответственно, одну единицу дополнительной силы, что, на мой взгляд, прикольно. У Скеллиги же эта четверка может превратиться в восьмерку, потому что они могут отыграть Плотву по два раза, когда они вытаскивают ее с помощью этого, как этого, хмурого парня, вот он он, большого хайла, когда они меняют колоду со сбросом и, соответственно, они из сброса достают Плотву обратно в колоду и она выпрыгивает. Ну, прикольно, на самом деле. Окей, теперь это 8, а не 6, грубо говоря. Что ж, очень и очень сильно, на самом деле. Идем дальше. Чудовище. Чудовище. Броня карты Жальница увеличена с 1 до 4. Жальница, что-то знакомое, да? Жальница. Неужели? Значит, теперь у нее 4 единицы брони. Стоимость найма карты уменьшена с 8 до 7 единиц. Неплохо. Приказ, рукопашный ряд, удалите все отряды из вашего сброса, затем усилите эту карту на 1 единицу за каждый удаленный отряд. В принципе, я думаю, вы понимаете, почему ей набросили броню, потому что раньше у нее была просто единичка, а она, по идее, должна играться как финишер, но поскольку это приказ без рвения, то мы же ждем, пропускаем один ход, грубо говоря, не можем ее сразу активировать, и, соответственно, ее могли легко сносить. Теперь у нее вот, типа, есть броня, но 5 за 7, все равно ее легко снести. Если вы под конец прибережете заряды или какие-нибудь там карты особые на нанесение урона. Так что, ну, ни туда, ни сюда. Но, так или иначе, можно попробовать сделать инсектоидов с жальницей, там, забить себе сброс большим количеством этих главоглазов, которым мы уберем обреченность с помощью очищения, да? И тогда у нас в сбросе будет, там, я не знаю, не 25, а, допустим, карта, там, 30 с лишним, но все равно это не так сильно, мне кажется, как хотелось бы. Хотя можно попробовать, на самом деле. Если так подумать, это своеобразный такой Харальд Горту чудовищ, который до сих пор не работает. Нет, 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 мы не будем ее преобразовывать, это у нас рука сорвалась. Далее идем. Кто у нас дальше в списке? Это сила карты Старый Грот, спящий, уменьшена с 9 до 6 единиц. Стоп, серьезно? Стоп, где у нас Старый Грот? Старый Грот спящий, ого. Так, слушайте, ее полностью изменили, вы посмотрите. 6 силы за 6 провизий, 2 единицы брони. После 3 ходов призовите Старого Грода из вашей колоды в этот ряд и увеличьте его изначальную силу на 6 единиц. Затем удалите эту карту. Если эта карта получит урон, тогда призовите Старого Грода из вашей колоды в этот ряд, затем удалите эту карту. Так, давайте разбираться. Смотрите, проходит 3 хода, мы призываем Старого Грота. Окей, то есть он у нас уже должен быть в колоде. Это прокрутка. Хорошо, плюс. В этот ряд и увеличьте его изначальную силу на 6 единиц. То есть Старый Грод станет 18. Затем удалите эту карту, то есть вот эту вот, вот эту карту. Мы удаляем ее полностью. Получается, у нас он будет 18. Хорошо. Если эта карта получит урон, то есть пятеркой станет, призовите Старого Грода из вашей колоды в этот ряд, затем удалите карту. То есть тогда он просто призывается, но шестерку не получает. Ну что, в принципе, ну, как я это вижу? Я думаю, что это заход под этого Озрела. Или как его? Озрел, Озрел, Озрел. Где Озрел? Вот он, под Озрела. Потому что, смотрите, поглотите отряд из вашего сброса. То есть мы поглощаем, то есть мы Грота вот этого нового размещаем, призываем, да, во втором раунде, допустим. Допустим, он 3 хода отсидел. Соответственно, Грот у нас будет на 18. Да? Окей. Приходим в третий короткий на 3 хода и Озрелом пожираем его из нашего сброса и получаем 19 сразу же на нашей стороне. В принципе, в принципе, неплохой ход, неплохой маневр, потому что раньше мы это проделывали вот со Скалопендроморфом. Ну, а теперь у нас будет 18, а не 13, так что, ну, вполне себе неплохо, я считаю, да? Хотя, по идее, мы могли бы, я не знаю, за счет безглавов, за счет безглавов, если мы берем и качаем одного безглава, то есть мы его разместили, потом мы его дважды через этот... Через телепортацию поднимаем и вновь размещаем между смежных отрядов, между смежными отрядами, где у нас эта телепортация? Вот она, вот телепортация. Постанавливает силу дружеского отряда, но изначально у нас сила увеличивается. Отряд бронзовый, повторно мы его играем. Соответственно, безглав у нас при размещении он увеличивает изначальную силу на 2 единицы за каждого смежного реликта. Первый раз разместили из руки, он стал девяткой. И еще два раза, 9 плюс 8... А, нет, 17 получается, да? Два, четыре, шесть, восемь, да? 9 плюс 8, 17, но у нас безглав-то... Да, 17, но и там же еще, наверное, если бы мы три с Меригольд бы взяли еще и сделали с помощью нее телепортацию еще одну, то он бы больше 20 был бы тогда. 21. Не знаю, ну, в общем, в принципе, вот эта фишка с прокруткой мне на самом деле нравится, интересно. Наконец-то они взялись за старые карты, которыми никто не играет, так что теперь они хоть как-то их возрождают, так что мне кажется, это очень-очень хороший заход. Далее идем. Ну и на этом, на самом деле, все. Для чудовищ. Теперь. Скеллиге! 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 Да, как вы поняли, тут нету изменений, вообще никаких. Я не знаю почему, потому что там они реально не нуждаются в изменениях, скеллиги реально такие сильные, что им не нужны изменения, или они такие слабые, что им не нужны изменения, или команде разработчиков было тупо лень, и они решили, что ну, скеллиги более-менее играют, так что давайте мы не будем делать им изменения. Зачем? Дааааа, бывает же, бывает. Ладно, королевство нордлингов. Королевство нордлингов. Описание способности лидера ополчения отражает изменения, внесенное с хотфиксом 961. Я не читал, что там за хотфикс 961, давайте посмотрим. Ополчение. Приказ. Усильте дружественный отряд на одну единицу, зарядов три, один раз. Один раз за игру, когда зарядов не останется, создайте и сыграйте карту Лирия Косиньер. Вот она фишка в чем, один раз за игру. Один раз за игру. Почему? Потому что поскольку мы получили Родовида, мы могли бы обилку полностью потратить, например, в первой половине игры. Потом мы ставим Родовида, он дает один заряд. Потом, соответственно, мы активируем ему приказ, он второй заряд дает, да? Потому что у нас условие соблюдено, что у нас есть один заряд. И, соответственно, мы играем второго Косиньера. Мы играем второго Косиньера. Ну, в принципе, я не знаю, зачем это сделали, потому что все равно вот усиление на севере... Ну, мы, кстати, собирали вот прошлая колода у нас Королевы Мэвы была. Кто не видел, то переходите по ссылке в правом верхнем углу и в описании к ролику. Мы собрали вполне себе пригодную Королеву Мэву. Вот это, кстати, колода. Тут у нас есть и Родовид, и Мэва. Но мы на побуждении к действию играли, чтобы прожимать приказы Зельдрику, Висегерду, этим Фрегатам, ну или тому же Королю Родовиду. Я пробовал на ополчении играть, но это уже было после хотфикса, так что, ну, понятное дело, что не зашло. Если бы я раньше взялся за северян, может быть, было что-нибудь интересное. Ну, а так, ну, в принципе, окей, ладно, разработчики вставили палки в колеса Нордлингом, я только этому рад, как вы понимаете. Далее, стоимость найма карты Истред уменьшена с 7 до 6. Ну, где наш Истред? Вот наш Истред. По сути дела, ничего не изменилось. Да, и, кстати, облик, в принципе, точно такой же, как в сериале Ведьмак, только, ну, сами видите, кое-какие черты персонажа, они все-таки каноничные, взятые из книги. А какие именно, не будем углубляться. Ладно, теперь он стоит шестерку. Ну, что это дает? Это дает только лишь то, что чародеи получают дополнительную одну провизию. Поможет ли это им как-то вернуться в игру терпилом? Не знаю. Ну, в принципе, да. Кстати, самое интересное, что когда вышла третья, последняя часть дополнения Цена Силы, Цена Могущества, то, смотрите, у нас же Истред, он, по-моему, шел в первой четверке или второй. Но вот как только вышли вот эти медитирующие чародеи и Капитул, и, по-моему, выпускники там были, и мастера Фара, Истр перестал играть на самом деле. Он отошел уже, он уже отошел. Вот эти ребята более-менее играли. Тесая играла, вот этот вышел. Вот это попадалось. Нет, вот это не попадалось, нет. Мне вот это часто попадалось против этого играть. И Летисия. Сейчас везде берут мастера Фара, и, в принципе, я что-то не вижу этих чародеев на поле битвы. Походу, про них вообще все забыли. Ладно, ну, я не думаю, что одна дополнительная провизия от Истреда им как-то поможет. Ну, а теперь переходим к нашим союзникам с Каэтаэлем. А им как раз-таки много изменений сделали. Это говорит только лишь о том, что у них либо очень много проблем, либо, наоборот, все слишком хорошо. Давайте посмотрим. Способность Бодрость увеличивает общую стоимость найма на 15 единиц. До 15. А не на 16. Ну, понятно. И способность изминать теперь звучит так. Приказ. Усильте 4 отряда в нашей руке на 1 единицу. Всего у нас 3 заряда. А до этого... То есть мы можем усилить 12 отрядов, а раньше мы усиливали... Так, я уже не помню. То ли 10, то ли 15. 10, мне кажется. Мы, кажется, 10 усиливали. Там было 2 раза по 5. Ну, что? На самом деле это лучше, потому что лучше усилить 4 отряда. Потому что может быть такая ситуация, что у тебя нет 4 отрядов в руке. Их всего лишь 3. Там, если ты пытаешься объединить Бодрости, Ноу Юнит. Ну, что-то в этом роде. Но я такого еще не встречал. Обычно она сразу уже все заряжает. Либо попадается какой-то ненужный отряд. Поэтому, мне кажется, это стало более оптимально. Более оптимально. Более оптимально. Ну, кстати, Торквы я тоже перестал видеть в игре. Так что, интересная ситуация складывается. Ладно. Способность приказ... Так, дальше идем. По картам. По картам. Способность приказ карты Мильва Лучница наносит отряду 1 единицу урона, а не 2. Ну, и понятно почему. Потому что, ну, имба имбовая получилась на Ноу Юните. Хотя мы ее затаскивали с помощью тактик Нильфгарда. Кто не видел, переходите по ссылке в правом верхнем углу. Или в описании к ролику на эту очень интересную колоду. Тактик Нильфгарда, которая в большинстве случаев сносила Лучницу. Так, далее идем. Способность размещения карты Сириса изменена. Сириса? Это вообще кто такая? Сириса? Размещение. Нанесите 2 единицы урона вражескому отряду. Затем усильте случайный отряд в вашей руке на 2 единицы. Расправа. Вместо этого усильте выбранный отряд в вашей руке. А что изменилось? Мне кажется, изменена. Слушайте, я так давно не видел эту карту в игре, что я даже не знаю, в чем причина. А, нет, все, я вспомнил. По-моему, она единичку наносила. Насила одну единицу урона. И усиливала на 2. Или наоборот, на 2 наносила урон на одну усилу. Ну вот, в общем, вот тут вот эти двоечки поменялись. Или мы усиливаем выбор... А, нет, не так, все, вспомнил. Размещение было просто. Нанесите 2 единицы урона вражескому отряду. И была расправа. Если мы с ним расправились, то усиливали случайный отряд, там, или выбранный отряд в нашей руке на 2 единицы. Вот так вот было. То есть теперь у нас по-любому при размещении мы урон наносим и усиливаемся. А в случае расправы, ну, просто выбираем тот отряд, который усилить. Ну, в принципе, тоже неплохо, на самом деле. Хорошее такое изменение. Ну, получается, насколько мы играем? 4, 6, 8. 8 за 7, ну, это полный кал. Хотя бы троечки были бы, это было бы нормально. А так... Ну, фишка еще в том, что тут гармония. Ну, пишите в комментариях, короче, те, кто играют на гармонии сейчас. Или играли на гармонии последние полтора года. Да? Полтора года где-то уже вообще гармонии не видно и не слышно. Дальше идем. Сириса у нас отыгралась. А, вот следующая карта вообще. Сила карты. Агитатор краснолюдов. Одна из моих любимых карт у этих, у белок. Почему? Потому что краснолюды. Мне нравятся краснолюды. Значит так, смотрите. Сила карты увеличена с 3 до 5. Да? 5 за 4. То, чего ей не хватало очень давно. Способность карты изменена и теперь звучит так. Размещение. Добавьте двум краснолюдам в вашей руке. Одну единицу брони. Добавляйте одну единицу брони каждому сыгранному краснолюду. Понимаете? Каждому сыгранному краснолюду. И в чем фишка-то? А фишка в том, что у краснолюдов броня, она как бы конвертируется в силу. Конвертируется в усиление. И фишка краснолюдских холод в том, чтобы мы накинули всем юнитам как можно больше брони, чтобы потом их все усилить. Давайте просмотрим, как это можно сделать. Смотрите. Во-первых, это в принципе защита от урона. Да? Защита от урона. Второй момент. Ярпин Зигрин. Мы ему можем качать броню, и он станет нашим мощным финишером. Потому что мы накидывали, я помню, ему броню через соколов. Потом там еще как-то в руке ему броню накидывали. Он у меня играл, по сути дела, как Харальд Горд, только за счет брони. И за счет того, что он наносил урон. В принципе, было неплохо, на самом деле. Первый момент. Второй момент. Самое главное. Брувер Горг. Брувер Горг. Размещение. Добавьте по одной броне за каждого краснолюда в ваши руки. Окей. Баррикада. В конце вашего ухода усильте всех краснолюдов в этом ряду, у которого есть броня на одну единицу. То есть, агитатор краснолюдов будет выставляться в начале игры. Мы, соответственно, всем, каждому сыгранному краснолюду, накидываем по броне. И под конец вылезает Гок и начинает всех бафать. Очень-очень хороший плюс. Плюс у нас есть, в принципе, краснолюды, которым нужна броня. Например, Ксавьер Моран. У него баррикада в конце хода усиливается на один. То есть, ему нужна броня. И мы накидываем ему броню, когда играем краснолюда. Но так мы, допустим, его разместили, и он уже с броней. Да, да, да. Кстати, у него нет брони, когда он выходит. Поэтому мы его должны поставить. Соответственно. И потом уже играть краснолюдов, и он заряжается. А так, если у нас есть агитатор. Мы поставили агитатора. Потом Ксавьера. Он сразу получил броню, и в этот же ход начинает работать. Плюс, да. Потом еще... Так, 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 так. Ну, защитнику нужна броня. Окей, вот, нужна броня берсеркерам, чтобы они отрабатывали хорошенько. Теперь, если у них, получается, смотрите, броня 4, значит, за счет обилки лидера Махакамской кузни они получают броню 5. И за счет агитатора краснолюдов они получают броню 6. А если еще в руке им добавили броню, броня 7. То есть, 7 ходов, 7 ходов берсеркеры будут обстреливать противника. И, по сути дела, вот, если мы так делаем, то нам уже не нужны, знаете, кто вообще не нужен, в принципе? Нам, в принципе, не будут нужны эти вагенбурги. Потому что раньше мы клали себе как минимум один вагенбург, чтобы разместить его между двух краснолюдов-берсеркеров. А теперь это не надо. У них и так уже броня 7. Так что, ну, в принципе, основная проблема будет только от кровотечения. Мне это нравится. Далее идем. Идем далее. Способность карты. Гавенкарская подмога. Где у нас? Вот она, Гавенкарская подмога. Измененная теперь звучит так. Размещение. Усильте отряд в вашей руке на одну единицу. Если он уже усилен, тогда усильте его еще на 3 единицы. А если я не ошибаюсь, Гавенкарская подмога. Там была другая обилка. Там было, типа, размещение. Усильте отряд на одну единицу. На поле. Если в вашем распоряжении артефакт, то усильте на 3 единицы. Сейчас она стала намного лучше. То есть, мы по-любому получим, получается, 3 единицы усиления. Причем, это будет усилена рука. Так что, это карты, это эти колоды с Торкви, с Аглаисой. Они станут еще сильнее. Но главное, чтобы правильно вы подсчитывали ходы и не нарвались на Акратскую жару, которая все это снесет. Да? Или безумный контроль ядом под конец, чтобы он не вылез. Ну, в принципе, да. Колода, на самом деле, с Торкви, она, мне кажется, недооценена. И вот эти вот игрушки с Мильвой, это, на мой взгляд, ничто по сравнению с Торкви. Особенно, когда это под конец все выходит. В какой-нибудь там короткий третий раунд. Так, далее идем. Способность карты Диверсант в Рихет. Диверсант. Способность карты Диверсант в Рихет. Измененная теперь звучит так. Размещение. Усильте дружественный отряд на одну единицу. А, ха-ха, если в вашем распоряжении в Рихет, тогда усильте и на три единицы. Ну, понятно. Но на самом деле это хороший заход, потому что, смотрите, говенкарская подмога, говенкарская подмога, это были люди, да? Это человек, человек. А Диверсант в Рихет это эльф. И в чем плюс, в чем фишка тут? Это заход на спам эльфов через ловушки. Через ловушки. То есть, смотрите, у нас есть... Усильте дружественный отряд на одну единицу. В принципе, на поле. Окей, усилили. Если в вашем распоряжении артефакт, усиливаем на три единицы. До этого Диверсант в Рихет усиливал эльфа в нашей руке на три единицы. Хорошо, значит так, смотрите, мы берем, спамим все поле ловушками. Затем эти ловушки у нас обращаются в... До этого мы с обилки лидера засада ловчих создаем там ловчего. Усиливаем, например, ловчего вот этим в Рихетом Диверсантом. Потом у нас вот эта куча ловушек, она обращается в ловчих с помощью эльдайна. А потом вся эта огромная масса, мы ее берем и усиливаем. Усиливаем. Где же наше усиление? Нет, нет, нет. А ладно, давайте так. Усиль. Усиль. Ну, вы уже догадались, чего я хочу сделать. Мы усиливаем, мы усиливаем. Вот им, из ингримом. Усилите всех остальных дружеских эльфов на одну единицу. То есть, в принципе, за спам эльфов может более-менее ожить. Ожить. Но одной карты, на мой взгляд, недостаточно. Надо было бы, чтобы еще там обилки как-то поменялись. Или идти по провизии чуть-чуть, чтобы просели эльфы. Тогда бы, я думаю, они зашли бы. Вот, ну и на сегодня это была последняя карта эльфов. Переходим к синдикату. А вот в синдикате очень много хороших изменений, я хочу сказать. Итак, стоимость найма карты Фаби Гайл уменьшена с 8 до 7 единиц. Ну, ожидаемо. Потому что его я бы брал только из-за устрашения. У нас была колода с Фабием Гайлом на устрашении. Но это было очень давно. Много месяцев назад, так что уже не актуально. Вот. Ну и вот это его размещение награда за голову только одно есть. И получение монет. Ну, не знаю. Спорная карта. Я вообще до 6 ее довел. А давайте вот посмотрим сразу же, раз мы рядом. Октавия Гайл. Октавия Гайл тоже изменилась. Она была раньше 7 за 7, теперь 6 за 6. Размещение осталось. Возьмите 2 сына, затем затасуйте столько же карт. Но теперь фишка в чем? Платеж 1. Усильте дружественного охотника за колдуньями на 1 единицу. По факту это очень и очень здорово. Почему? Потому что это движок. Во-первых, он мощный. Шестерку стоит. Не так легко снести. Если только, например, там какое-нибудь убийство у вас есть, она одна в ряду, что редкость бывает. Либо отвар Гига Скорпиона может ее сразу снести, или паразит в органике, в колодах органики, да. Ну, а так ее очень сложно снести, по сути дела, только если блокировать ее. Далее. Платеж усиливаем охотника за колдуньями на 1 единицу. То есть теперь у охотников была, кстати, вот эта проблема, что много даний, много можно денег кучу собрать, но при этом некуда их тратить, да. Если нет зарядов, нету ничего. А тут мы получили дополнительный заряд, поскольку у нас много охотников за ведьмами на поле, то мы в них всех берем, раскидываем. По сути дела, она играет в некотором смысле, ну, во-первых, как прокрутка, а во-вторых, она напоминает собой какого-нибудь там вот запуганного кузнеца, у которого платеж один, но он все отряды усиливает. Либо там еще кого-нибудь. В общем, вы поняли. Так что, ну, в принципе, изменение очень даже хорошее, мне оно нравится, и поэтому мы сделаем отдельную колоду охотников за колдуньями в этом сезоне. Пора к ним возвращаться. Далее. Сила карты Король Нищих, вот этого раздражителя спокойствия, уменьшена с 4 до 3 единиц. Стоимость найма увеличена с 10 до 12. Ну, все, теперь он не попрыгает. Не попрыгает. Счетчик увеличен с 9 до 12. То есть, нам нужно... Ну-ка, еще разочи. Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Ну-ка, пока эта карта находится ваша, уменьшайте счетчик на 1 за каждую монету, уплаченную в качестве дания. Получайте монеты 1 за каждую единицу, на которую уменьшается счетчик. Да, то есть, соответственно, нам нужно будет задонатить 12 монет. Ну, что, неплохо. На 3 монеты больше. Ну, да, да, да. Неплохо, я считаю, неплохо. Мне нравится. Как это сделали? Ну, почему мне нравится? Потому что я на Короле Нищих не играю. Я играю в основном на священном воинстве. Так что, мне ни горячо, ни холодно, что Короля Нищих порезали. Далее. Карта Находчивый Торгаш. Карта Находчивый Торгаш. Вот она у нас тут. Вот она, наша карточка. И изменилась. Получила категорию Охотник за колдуньями. Способность карты теперь дополнена. Новая часть звучит так. Платеж 1, добавьте выносливость 1. Ну, а так осталось прежнее. Размещение выгоды 1. И на размещение нанесите 1 единицу урона вражескому отряду. Платеж 1 добавляет выносливость на 1 ход. Взаимосвязь увеличивает выгоду на 1 и урон на 1. Соответственно, выгода может быть со второго сыгранного 2. Размещение наносим 2 урона. Но платеж, в принципе, он неплох. И тут играется, обыгрывается та же самая фишка, как и с Октавией Гайл. Да, то есть... Мы куда-то сливаем монету. То есть она усиливает Охотника, он кидает всем выносливость. Но смысл в том, что выносливость-то лучше всего раскидывать на спам Охотников за Колдуньями. А единственный, более-менее живучий спам Охотников за Колдуньями, это спам вот этих Народных Мстителей через Игоря Крюка. Вот. И, кстати, эта колода у нас есть уже от подписчика. Достаточно хорошая сборка, но, думаю, в этом сезоне она может зажить и заиграть новыми красками. И она, кстати, выйдет буквально через одну колоду, я думаю. Сначала будет первая колода Нильфгарда, а потом колода Мстителей. И, наконец, сила карты крайняя. Уменьшена с 7 до 1 единицы. Но это не просто так. А почему? Потому что, обратите внимание, изменилось все полностью. Вероломство. Вероломство. То есть, это шпионский отряд синдиката. Выгода 6. То есть, вся вот эта убранная сила, она была семеркой, вся убранная сила в 6 силы, они становятся монетами. Размещение. Назначи награду за голову этой карты. То есть, мы ей назначаем награду за голову. В чем смысл, на мой взгляд? Ну, во-первых, мы получаем кучу монет. Это плюс. Второе. Мы кидаем на нее же награду за голову. Но. Но. В чем фишка? А фишка в том, что если у нас есть в распоряжении охотник-палач, мы сразу ей сбиваем, мы сразу убираем эту карту, да, мы сразу ее убиваем, получаем дополнительно одну монетку, как бы возвращаем. Но. Если у нас в сбросе есть карта, пыточное устройство, и у нас еще счетчик не отработан, мы, соответственно, берем, размещаем ее, кидаем, получаем 6 монет, кидаем ей награду за голову, и пыточное устройство наносит ей одну единицу урона, мы получаем еще одну монетку бесплатно. То есть мы получаем сейчас 7 монет, по сути дела, за 4 провизии. 7 монет за 4 провизии. Мне кажется, с ней может посоперничать только карта вот эта. Микрозайм. Уничтожаем отряд или артефакты, получаем 7 монет. По-моему, очень даже здорово. Даже вот, жульничество до этого не доходит. Нет, нет, только микрозайм. Очень хорошая, на мой взгляд, карта. Но это не все. Не все. Давайте посмотрим кое-что еще. Во-первых, она помогает Изуверу. Изуверу. Потому что увеличивает выгоду этой карты на 1 каждый раз, когда назначает награду за голову. Да? То есть это дополнительная награда за голову Изуверу. Это первый момент. Второе. Это, соответственно, ну, допустим, еще цель поднародных мстителей. То есть мы их разместили ранее, отыграли ее, они ей нанесли урон. Хорошо, допустим. Далее. Это плюс вот этому парню Игнати Гайл. Снижает стоимость зданий на 1 каждый раз, когда назначаем награду за голову. То есть, ну, вот, пожалуйста. Так что, ну, в принципе, очень хорошее, очень мощное изменение. Потому что этой картой вообще, по-моему, никто не играл. Так же, как и вот этой. Теперь не будут играть только этой картой. Я лично бы положил крайнюю в свою колоду Синдиката. Я бы положил. Будет, по-моему, очень здорово. Ну и, наконец, переходим к последней фракции. Вашему любимому Нильфгарду. Благо, у нас изменений не так уж и много. Так, изменено описание способностей Ардааля Аэбдаги. Размещение дальнобойный ряд. Если ни один игрок не спасал, а в руке вашего противника дни не 10 карт, переместите не являющийся обреченным вражеский отряд, чья сила не превышает 0 единиц. В руку противника, затем возьмите карту. Увеличивайте максимальное значение силы перемещенного отряда на столько карт, тактики ваши, сколько... То есть, на 12 перемещаем, окей, да. Не являющийся обреченным. Я не помню, была ли это приписка или нет. Но это не так важно. По-моему, была, да, по-моему, была. Но, по сути дела, они просто описание изменили и все. Так что, по сути дела, изменений-то и нету. Просто уточнение. Далее, сила карты Ренц увеличена с 5 до 6. О, неужели? Наконец-то. А я думаю, когда они додумаются, что карту с приказом карту с приказом не нужно делать на 5 единиц. Не нужно делать карту с приказом на 5 единиц, потому что ее будут легко сносить. Теперь ее не так легко, конечно, стести, как я и говорил, отваром гигаскорпиона или паразитом. Но благо, хоть, ну, то, что есть, то, что есть. Окей. Далее идем. Последние изменения на сегодня. Нет, не последние. Стоимость найма карты Шарлей на потеху стоит 6 теперь. Шарлей на потеху. Шестерку стоят, а не восьмерку. Размещение рукопашный ряд наносим 7 единиц урона вражескому отряду Нильфгарда. Допустим. Размещение дальнобойной. Усиливаем карту на 2 единицы за каждый дружеский отряд из этой фракции. Из другой фракции. То есть, по сути дела, это такой Гарольд Горд для Нильфгарда, но при условии, что мы играем на колоде шпионов и на ассимиляции, при этом как бы так сказать, забиваем наше поле не теми картами Нильфгарда, которые мы копируем, а другими картами противника. Ну, по сути дела, на сколько мы можем бафнуться, да? То есть, чтобы уйти в район 20, нам нужно, чтобы на нашей стороне поля было 8 карт другой фракции. 8 умножить на 2 16 плюс 4 20. Да, но если Харольд Горд у нас играет в коротком раунде, то Шарлей на потеху это финишер в длинном в долгом раунде для того, чтобы мы раскачали нашу сторону. Ну, в принципе, не, ну, 20, если мы сделаем, это мощно. Ну, я думаю, 20 это в среднем. Так-то мы можем в район, ну, скольки, 30 уйти, если так подумать. 8 плюс 5 еще, да, это 13 карт, вот это 14 и еще 6 карт. Да, еще ш... Нет, не 6. 5. Ну, ладно, хорошо, 5 карт не в гар... Нет, не получится, я думаю. Только если с особыми картами еще докидывать, добивать. Ну, может быть, в районе 30 уйдет как-нибудь. Ну, и урон на 7 тоже неплохо, я считаю. Так и остается. Ну, надо попробовать что-то сделать с Шарлием, я попробую. Далее, сила карты Вильгифорц Ренегат увеличена с 6 до 8 единиц. Вот она, наш Вильгифорца. Ну, я думаю, да, правильно, потому что все-таки 13 провизии, да, плюс его размещение, оно как бы стратегически неплохо, в том плане, что мы, да, меняемся картами, но в плане силы, конечно, то, что ему восьмерку дали, это, на мой взгляд, большущий плюс. Это очень здорово. Вот. Так что, ну, в принципе, неплохо, в принципе, неплохо. Я, может, хотя нет, я бы ему лучше тогда провизию бы поменьше сделал, там 12, допустим, там 7-12, допустим, как-нибудь так. Ну, а так, ну, все в принципе. По сути дела, да, мы делаем стратегический ход, но просто кладем восьмерку на стол, ну, окей, ладно. Ну, и на сегодня это все изменения. Итак, давайте подведем скупой итог. Нильфгард у нас не так-то много изменений, потому что мы и так сильны, с Келлиги вообще никаких изменений тут у нас так себе, так себе, так себе, так себе. Ну, вот, Синдикат мне, кстати, понравился, как они изменили все. Но, как я и говорил, мы движемся к новому дополнению для Гвинта, поэтому вот такие вот у нас более-менее интересные изменения вводятся в игру. Ну, как я и предполагаю, будут у нас бафнуты Сайлдад и Нильфгарда, скорее всего. У Скайты Элии, я уверен, бафнут этих, как их, краснолюдов. Кому, может, эльф им что-то достанутся. Вот здесь, вот у Королевства Севера, я все-таки думаю, что будет что-то связано с солдатами или рыцарями, с Келлиги, ну, там, какие-нибудь воины или что-то вроде этого. Синдикат, ну, тут не пойми, что на самом деле. Тут сначала то бафают Детей Огня, то теперь охотников за колдуньями. Я так понимаю, они решили вот тему, ну, вот этот парень добавился, конечно, с банд Король Нищих, но мне кажется, что они как будто вот этот вот лор, связанный с бандами, они как будто все-таки убрали на второй план, и вот, возможно, будет нас ждать все-таки уже тогда церковь, что ли, и опять охотники за колдуньями. не хотелось бы. В плане сюжета хотелось бы его развития. И я бы хотел все-таки поиграть за новые банды или новые карты банды, так что, ну, не знаю. Чудовища, ну, что, вампиры только напрашиваются на ум, и эти инсектоиды какие-то, не знаю, может быть, завещание поднимут. Посмотрим, во всяком случае, посмотрим, вот, но если у вас, дорогие друзья, есть какие-то идеи, какие нас будут ждать изменения в будущих дополнениях, то пишите об этом в комментариях к видео. А также еще пишите, как вам, в принципе, патч 10.1, ну, и те изменения, или как бы изменения, которые он вносит в игру. А если вы уже успели поиграть в новом патче, то, конечно же, пишите впечатления от измененных карт. И, как я уже не раз говорил, совсем скоро вас ждет первая колода патча, и это будет колода Нильфгарда, а какая именно, я еще не определился. Посмотрим. Если у вас есть какие-то идеи или предложения, то пишите об этом в комментариях к видео. И на этом, жители Империи, пора заканчивать. Глорайр Кирзаир, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Нильфгардец, до новых встреч!